Доброе утро. Здорово. Уже начинаем работать. Правда не я, а Сахам, потому что он набрал кучу работ и забыл про всех. Вот, и у него сразу две тачки. А я буду заниматься своими делами. Сейчас пойду в Топ-Тул, куплю, короче, концевики. Буду воздушную магистраль прокладывать в гараже, ну, для компрессоров. Так, вот. Сейчас он Т5, сейчас Сахам быстро разберется, а потом 99-й. С Сахамом разбираем переднюю панель, потому что задний климат не регулируется. Т5-й 15-го года, ну, 14-й, но купили его в 15-м году, то есть два года прошло. Сзади климат уже не работает, то есть сзади не переключаются заслонки. Зажигание включаешь, видно, как тяжкие туда-сюда заслонка открылась-закрылась, то есть кондер, когда включаешь, тут холодным, там сзади горячим дует. Включая зажигание, они поднялись и опустились. Вручную, если я заслонку возьму, отсоединю и вручную подниму, то все круто, холодным дует. А так, вот именно электроника не управляется. Подключил компьютер, я вижу везде по заднему климату прочерки. По переднему он все видит, крутилочки все видят, в каком положении стоит заслонка, какая кнопочка активна сейчас, все видит. А по заднему вообще нифига не видит. То есть подозрения пока не знаю. Ну вот там проводка вроде целая, моторчики там все целые. Сейчас добрались вот до управления. Сейчас посмотрим, в чем тут проблема. Если что, не знаю, короче, будем разбираться. Нет управления, с блока управления на задок. То есть оно есть, но какое-то непонятное управление. То есть инфы еще нету никакой в интернете. То есть, короче, разбираемся сейчас. Ухо! Слова паразиты, да, ребята, по поводу слов паразитов. Я за собой замечаю реально, что употребляю много таких всяких словечек. Это мы взяли тачку Ужеки у бороды, что-то она не едет, ей плохо очень. Да, я буду стараться, в общем, меньше использовать такие словечки. Мне самому не нравятся. Вот. Уже много людей мне об этом сказало. Типа вот, короче. Короче. Сейчас мы едем в магазин Топ Тул. Перед этим заправим Ужекину машину, которая не едет. Она уже долго тут стоит. Это уже повторился, да? Она говорит, давай! Вот. И поедем в магазин Топ Тул и купим каких-то инструментов, переходничков. Ой, там что-то стреляет. Чтоб вы понимали, позвольте, с какой скоростью мы едем. То есть, не спешим никуда. Ну давай, самое время рассказать, за что ты любишь Топ Тул. Да? Ну конечно. Топ Тул? Да. Ну за качество исполнения. Вот. Я когда-то уже рассказывал, что я и саморезы, и болты, короче, скрывал, бил большой трещоткой. И трещотки вообще насрать на то, что с ней происходит. До сих пор у меня уже этот набор, один из наборов. Пять лет, ему вообще по барабану ни одна головка не треснула. На трещотки я ремкомплекты не менял, хотя постоянно четыре человека использовали один набор. То есть, четыре человека использовали один набор на протяжении пяти лет. То есть, и каждый день он используется. А так я себе купил какой-то другой набор, там, ну, что-то там, Force, какой-то, не знаю, InterTool. А там пришлось бы, наверное, менять этот набор каждые три-четыре месяца, ну, или что-то оттуда менять. А так я просто приезжаю, то, что потерялось, покупаю там, вот, возобновляю набор. Нет, еще один есть, такой набор хочу, еще один побольше, там, если бы были деньги, я купил, наверное, на все. Вообще супер. Заезжайте в магазин TopTool, это ключ на все 100. Вот, победы, 40, 40, как? 46. 46, вот, заезжайте, у кого дохера попла, покупайте все, не пожалеете, я. И мне подмочек, какой-то. А что там наклеечки, чего никто не пишет по наклеечкам, вот мне непонятно. Наклеечки ждут, пылятся, блин. Когда их не было, всем нужны были наклеечки. Сейчас наклеечек куча, никому они не нужны. Приезжайте, клейтесь, пацаны. Ребята, вчера же ездили в TopTool магазин, который я пропиарил. Вчера купил всяких ништяков, сейчас покажу. Но и сегодня я купил ништяков, вот. Смотрим и видим. Такая вот трещоточка обычная, которая мне надо открутить, короче, там, торпеду. Но она не подлазит, ни с карданчиком, но она туда вообще не залазит. Все-таки я поехал и купил вот такой наборчик секс-игрушки, как Макс говорит. Вот. Ну, посмотрите, какая тяточка. Маленькая такая, ну, вообще, ну, смотри. Вот, тут нету никаких, ну, просто битодержатель внутри уже встроенный. Такая чик, такая чик, штучка. Сравниваем размеры. То есть, вот трещоточка и вот трещоточка. Сейчас я откручу все ей, просто так. Такая штучка. 450 гривен стоит этот набор. Вот. Что я купил вчера, я аж не показал. Да. Хотел купить набор ключей, но решил куплю потом, если деньги останутся. Вот. Вот такие вот ходовые, самые десяточку с краповичком. Купил вот. Такая вот фигня. Купил, купил. Вот такой вот наборчик купил. Вот, девочки тащатся, да, они ходят по магазинам, там всякие одежда, там всякие пудрочки, всякие помадочки. Я тащусь именно по такой теме. Ну, вот, ну, какая красота. Ну, тут уже живут старые клещи обжимные, новые клещи, вот они висят. Вот. Съемные губки у них есть. Вот. То есть, разные виды клемм можно обжимать. Полторушка. Классный храповик, вообще супер. Обжимают нереально, реально, как заводские, как заводская обжимка. Они настолько четко, качественно обжимают, вообще супер. Никогда в жизни не держал таких клещей в руках. Что еще купил? Ну, понятно, я купил вот недостающих тут головок, вот, купил. Вот эти утконосы у меня пять лет прожили. Ими все пользовались. И до сих пор с ними все норма. Ну, там начали вот ручки отлетать, но я уже посадил их на момент. То есть, вообще, ну, они не слизались, ничего. Вот новые. Такие же, как они были раньше. Реально, ребята, топтуловские наборы и топтуловские вообще штуки самые крутые. Дорого стоят, реально дорого стоят, но они того стоят. Вот, пропользовался вот этими за 750 гривен, они не выжили реально. И все остальные инструменты, которые здесь живут, не топтуловские. Они не живут долго, реально. Отвертки. Вот эти отвертки я еще покупал, когда я покупал все остальные топтуловские наборы. Ну, где? Ну, ни хера не слизалось. Четко, все вообще супер. Ну, такие отвертки. Они до сих пор, я ими... Что я только не делал этими отвертками. Видно, что и уже и молотком по ним стучали. Они в роли этой монтировки поступают. Реально, все норм. Ребята, если вы хотите заниматься профессионально ремонтом, берите хороший инструмент. Вот. И тогда у вас будет все хорошо. Он прослужит долго. Лучше купить один раз хороший, чем 3-4 раза херовый менять постоянно. Лучше я могу сказать. Вова, а на что ты тут делаешь? Да все шкамри вот эту делаю, в общем. Вроде бы нашел я проблему. Не в приборке было дело. В общем, маленькое предисловие. Тут есть такая штука, как канцшина. Кто знает или кто не знает, это шина, по которой обмениваются данными все датчики электрооборудования. Ну, в общем, короче, шина данных, по которой идет сигнал на блок управления, там видит блок управления состояние мотора, датчиков, состояние системы. Короче, такая вот штука. Вот. Состоит она из двух проводков, обычная витая пара. Короче, первый раз, когда приехала ко мне эта женщина на этой машине, эта девушка на этой машине, я даже могу сказать. В общем, была это уже проблема. Но я же, давай шарутить тут провода, да? И она сидела и кричала мне, что проблема ушла, но я не увидел. Но она ушла, когда я от блока ABS отстегнул разъем. Я дальше начал шарутить, я такой подскажу. Она уже давно мне махает, что типа уже ошибка исчезла. Ну, видос я не помню, это было на каком-то видосе. В общем же, сейчас я опять, эта ошибка вообще не уходила никак. Я, давай же, опять шарутить все провода, все разобрал, приборку разобрал. Там начал что-то тыкать, там начал что-то это. Ребята говорили, давай пропаяем там. Короче, ничего я не паял. В общем, и опять же добрался до капота и опять давай тут вот эту фигню, короче, трогать. Вот, только я снял. А, еще, еще, еще. Есть такая вот фигня, когда глючит вот эта приборка, стрелки на заметку ребятам 2007 года Camry. У кого будет такая проблема, скажу, что делать сейчас. В общем, когда вот эта фигня происходит, когда вообще приборка сходит с ума, компьютер не подключается. То есть, продиагностировать тачку невозможно, потому что она пока диагностировается. Вообще, тупо скидывать, ресет. Вот, я опять беру, снимаю фишку с блока управления АБС. Вот он. Снял фишку. У меня загорелся АБС. Одел обратно фишку, у меня все работает. Стрелки не прыгают, уже час молотит движок. Что я только не делаю вообще. Стрелки на месте, как и должны. Как, ну, и тахометр работает, и стрелочки все. Все работает идеально. Я же такой, ха-ха-ха, задумался. Полезу в интернет. На форумах. Вот, все меняют блок управления АБС и все проходит. Вот. Google решает вопрос. Короче, ребята, 2007 года Camry. У кого начинает глючить, сходить с ума приборка. Вот. Знаете, это вот проблема в этом. Ну, я еще только снимаю. Я еще ничего не знаю. Сейчас я сниму и посмотрю, что там внутри. Может, получится его реанимировать. То есть, ни приборка, ни пропайка, ни соединение. Тут все надежно. Японская надежность, короче. Тут все круто. Вот. Проблема вот здесь. Потому что, каншина идет до блока управления АБС. И там где-то какая-то черня происходит. И на всю каншину идет сбой. Вот и вся проблема. Сейчас я снимаю блок АБС и смотрю, что там. Все, ребята. Всем пока и удачи. С вами был Нуван. И все остальные. Это канал Чехарьков. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...